Добрый день, господа трейдеры! С вами Полуяктов Максим, аналитик компании Академия Трейдинга Инвестиций. И сегодня мы с вами по традиции рассмотрим сырьевой рынок. Но кроме сырьевого рынка у нас сегодня весьма интересные новости по евро, то есть решение по процентной ставке, ставка по депозитным средствам и пресс-конференция ЕЦБ. Эти новости по сути между собой связаны, потому что в 14.45 публикуют решение по процентной ставке, а уже спустя 45 минут выступают с комментариями как раз таки вот в таком решении. И как правило в этом временном промежутке уже начинается развитие событий, большие движения по евро, по всем парам, которые связаны с евро. И соответственно евро нас сегодня с вами будет интересовать. И давайте рассмотрим, что у нас как раз таки по евро на сегодня. Так, по евро у нас ближайший уровень дневной это 1.16. То есть вот на дневном графике вы ему можете видеть. Это уровень 16-го года, грубо говоря, годовой максимум. И это ближайший к нам уровень на текущий момент, интересный. Но так как сегодня новости, внутри дня цена нам не оставила пока что никаких видимых опор, с которыми можно было бы поработать. Это не площадки, не какие-то местные уровни. У нас была площадка, но сегодня уже на азиатской сессии она была подрезана. Я думаю это неспроста. И первый импульс как раз таки я бы ожидал наверх, то есть к уровню дневному. И уже оттуда, над уровнем, можно будет посмотреть продажи. С учетом, если это будет ложный пробой и все объемы останутся над нами в моменте, то уже будет интересно поработать как раз таки среднесрочно вниз в продаже до следующего уровня в районе 1.11 по данной котировке. Среднесрочно план выглядит так. И я бы рекомендовал наблюдать за евро именно уже во время того, как выйдет сама новость. Потому что до новости пока что ничего интересного цена не показывает. Все интересное она покажет, когда новость собственно опубликуют и будет пресс-конференция ЕЦБ. И меня бы интересовал как раз таки такой план, то есть наверх, с учетом того, что нижний аукцион уже разгрузили, нижнюю границу. И именно поэтому было бы интересно посмотреть импульс наверх и уже оттуда продажи вниз. Поэтому будем с вами ждать новостей. Хотя и ставку вряд ли повысят либо понизят, потому что по евре ставка уже очень давно не меняется. И я не думаю, что именно сегодня ее изменят. Но все же на таких новостях движение очень хорошее и можно заработать сотни пунктов с небольшим стопом. И значит с хорошим соотношением. И поэтому я бы рекомендовал вам как раз таки дождаться новостей и посмотреть, как цена себя поведет. По газу. По газу, как мы с вами знаем, уже сегодня у нас запасы в 17.30 по московскому времени традиционно. То есть вот они в календаре. За объем запасов природного газа в США это довольно-таки важные новости по газу, я бы сказал, опорные. Только они являются топливом для движений на данном инструменте. И на текущий момент мы находимся в районе дневного уровня сопротивления. По котировке 3.1065 в нашем терминале АКД Форекс. И соответственно было бы интересно от данного уровня у нас продавать сложного пробоя на новости. Как это было две недели назад, как вы помните, 29 числа у нас был ложный пробой уровня. И уже сложного пробоя газ сходил на 250 пунктов. Это в принципе неплохо за неделю. И сегодня я ожидаю примерно того же сценария развития событий. Данный уровень хорошо виден. Я вам его еще в прошлый раз показывал, что данный уровень цена видит. И внутри дня это у нас выглядит вот так. То есть вот уровень прямо над нами. Очевидно, что еще вчера данный уровень кто-то увидел. То есть игроки. И уже пытались от него продавать. Однако при всех данных объемах, которые у нас сосредоточены вот здесь, в американской плотности, нижняя площадка у нас осталась целой. То есть лоя никто не вынес. Значит здесь еще стоят покупатели, а здесь стоят продавцы. И именно новость рассудит уже, как будет все происходить в дальнейшем. Потому что, однако, если первый импульс будет вниз и разгрузит этот аукцион на уже нижнюю границу, после выноса стопов, как это обычно бывает, вполне может быть истинный пробой данного уровня. И уже закрепление над ним. И дальнейшая работа в покупке. Но пока такого не произошло. Самым привлекательным вариантом, конечно, будет ложный пробой. И уже с объемов, то есть при заходе под объемы, которые должны быть над этим уровнем, как это обычно бывает, и уже работа вниз. То есть как это было вот здесь. Вы мою сделку помните. Я выкладывал разбор по данной сделке, как я здесь газ продавал и просидел в принципе 1 к 10. Нет, даже там было не 1 к 10, а 1 к 12. И 1 к 12 я здесь заработал с этого ложного пробоя. И сегодня мы, по иронии судьбы, опять-таки возле данного уровня. И опять здесь у нас площадки. Поэтому я рекомендую вам ждать новостей уже в 17.30 по московскому времени. И смотреть, как новость рассудят здесь. Кто же победит в этой всей истории. Кого первым вынесут. И куда пойдет развитие в дальнейшем. И по нефти. По нефти у нас вчера... По нефти у нас вчера новости вышли фундаментально, в принципе, нейтральные. Нейтральные в том плане то, что фактически новость была такой же, как и прогнозируемая. Разрыва как такового не было. То есть все от нефти чего ожидали, то она и показала. Именно поэтому никакого большого резонанса не было в рынке. Но огромные объемы, все новостные сосредоточены на данный момент под нами. И это все стыкуется с тем, что тенденция вверх у нас не нарушена, не сломлена. И поэтому с опорой на данные объемы, с американской сессии, уже было бы интересно работать в продолжении. Потенциал у нас около сотни пунктов до верхней стенки канала. Который, как мы уже с вами заметили, работает давно и четко. И до верхней стенки канала у нас еще около сотни пунктов. И потенциал данный сохраняется в рамках, то есть бычьей тенденции. Объемы новостные внизу. И новостные объемы, как правило, задают среднесрочный импульс. Однако вторым вариантом развития событий может быть то, что иногда такое случается, что так как все объемы наверху, и если на американской сессии происходит ложный пробой, и после этого уже может быть, то есть сложного пробоя, уже что-то вроде такого. То есть с откаток к круглым и полукруглым фьючерсным уровням, здесь я назвать не могу, потому что они у каждого брокера свои. Однако фьючерсные уровни следует брать во внимание. И именно с откаток к данным уровням и сложного пробоя вчерашнего максимума, при таком варианте развития событий, то падение может оказаться большим, так как такое иногда бывает, в принципе, как кульминации, кульминационные объемы, и на следующий день развитие не происходит, значит, что в рынке сидят продавцы, потому что при всем этом обилие объемов огромных, то есть если это были покупатели, цена все еще довольно-таки вяло стоит, хотя в том случае, если бы покупатель был действительно агрессивен, то цена бы уже торговалась пунктов на 50-100 выше, чем данные объемы. Именно вот это обстоятельство заставляет меня задуматься о том, что действительно ли здесь сидят продавцы. Однако все будет зависеть, как обычно у нас, от американской сессии. Это либо будет опять же откат к объемам, круглым уровням и дальнейшее развитие вниз, либо американцы с открытия подрежут данный максимум, и уже, соответственно, сценарий будет обратный. Именно поэтому следует ждать вечера, и вечером у нас будет очень много чего интересного, а именно решение по процентной ставке у евро, запасы газа в США. И американцы, наконец, покажут, что они вчера делали здесь, в этой области. И мы уже с вами будем работать с победившей стороной, с большими потенциалами, с маленькими стопами. И на этом, пожалуй, на сегодня все. С вами был Полуяктов Максим, и на нашем сайте, в разделе «Аналитика», «Эксперты» вы можете найти меня и увидеть все мои предыдущие обзоры. Также у меня есть статьи и «Аналитика» в текстовом варианте, кому неудобно смотреть видео. И всем до скорого, удачи сегодня в торговле и больших профитов. До свидания.